Как это быть голодным? Просто постоянный голод, который они заглушали наркотиками. Благодарите Бога за то, что у вас есть. В хорошее время, наверху амплитуды или в тяжелое, благодарите Бога за мирное небо над вашими головами. За то, что вам не нужно рыть окопы и каждую секунду бояться, что сейчас шарахнет градом и от вас и от ваших детей ничего не останется. Благодарите Бога, что перед вами не стоит дилемма, брать оружие или не брать. Меня сейчас сильно укоряют. Ты сказал там где-то, что можешь взять оружие. Я говорю, я молюсь. Я очень сильно прошу Бога, чтобы это не случилось. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет. Но если с моих сынов сейчас снимут, если будет введено военное положение, моих сыновья, как статус сирот у них, они не призываются в армию. Есть некоторые, кто пошел добровольцем, старшие, но если снимут, если военное положение введут, моих старших сыновей всех заберут сразу же в армию, и я не могу себе представить. Если так случится, и их заберут туда под обстрелы, я не смогу сидеть в офисе и молиться, чтобы они там не сильно согрешили. Молитесь Бога за мирное время, за то, что перед вами нет многих вопросов, которые сегодня рвут мою душу в клочья. Благодарите Бога, когда жизнь вот здесь. И если, не дай Бог, придут совсем тяжелые времена. Может быть, вам, как и мне, будет не сильно... Я люблю поклоняться Богу, но сейчас мне это тяжело. Но у меня есть решение. Решение. Благословлю Господа во всякое время. Все равно в любое время буду благодарить Тебя, Господь. Буду уповать на Тебя, что бы ни было, в долина смертной темы. Все равно буду уповать на Тебя. Это непросто, нелегко, эмоционально, психологически, не знаю, по-всякому. Благодарите Бога во всякое время. Один из моих приемных сыновей умер в 14 лет. Умер от СПИДа. Он был наркоман где-то с 10, где-то в 10 лет его уже подсадили на иглу. У него не было живого места на руках от дырок. Чиновники отдали его мне, как и многих моих, говоря, пастор, если вы не возьметесь, никто не возьмется. Мы не успели. Он умер от СПИДа. За 40 минут до его смерти я стоял в реанимации рядом с ним на коленях. Он очень тяжело умирал. Ему было 14. Это совсем не то время, когда надо финишировать. Был замечательный мальчуган, прекрасный мальчишка. Сочинял рэп, любил музыку. Просто его выкинули родители из жизни. А мы подобрались слишком поздно. Когда он умирал, рядом с ним стоял тазик с кровью. Он выплевывал туда куски своих разваливающихся легких. Я стоял рядом с ним на коленях. И мы оба понимали, что все заканчивается. У него не было иллюзий. Он похоронил многих своих друзей беспризорных. И у меня не было иллюзий. Я стоял рядом с ним на коленях. И понимал, что сегодня, может быть завтра он умрет. Оставалось 40 минут. И знаете что? Я не мог молиться. Можете осудить меня, Заяц. Я пастор. Я знаю, что надо делать, когда умирают люди. Я знаю, как правильно сказать. Я все это знаю. Но я был абсолютно разбит. Просто стоял на коленях, рядом с этим тазиком с кусками легких. Я не мог молиться. И он меня выручил. Он повел меня в молитве. Задыхаясь за 40 минут до смерти, он повел меня, пастора, в молитве. И знаете, что это было за молитву? Это была молитва благодарения. Он благодарил Господа. Он говорил, спасибо Боже за пилигрим, спасибо за моих друзей. И если у жизни бывают амплитуды, то ниже его амплитуды очень редко что-то бывает. И вот там, за 40 минут до смерти, проживший жизнь, беспризорника, впроговодь, наркомана, выброшенного на улицу мальчишки, за 40 минут до смерти, в 14 лет, он благодарил. Он преподал мне один из уроков, в которые я не имею права забыть. Урок благодарения. И теперь я могу сказать, во всякое время, во всякое, буду благодарить, буду прославлять, буду поклоняться. Я извиняюсь, может быть, немножко грустные нотки в ваш веселый праздник, но я искренне радуюсь за то, что вы сегодня здесь, ну или как минимум здесь. Благодарите, благословляйте, поклоняйтесь, радуйтесь. Это действительно здорово, что у нас есть заботящийся о нас Отец. Но помните, если времена изменятся, если весь ваш мир рассыпется, если вы будете по ночам вскакивать и текать от взрывов, если все будет сыпаться вокруг, если жизнь приведет в самый-самый низ, то все равно благодарите. Может быть, я немножко нарушу сейчас чуть-чуть литургию, но позвольте хотя бы минуту помолиться мне. Давайте встанем молиться. Отец, сегодня здесь, когда в этот праздник жатвы твои сыновья и дочери празднуют, я вижу многим сегодня легко праздновать, многим легко благодарить сегодня. И я так рад за них, правда. И в моей жизни было много классных времен, когда так легко хвала течет из сердца, Боже, но жизнь, она разная. И на всю амплитуду жизни Ты дай нам силы благодарить Тебя, потому что всегда есть за что благодарить Тебя. Всегда, Боже. Я благодарю Тебя, Боже, даже за эту трагедию сейчас в Украине и России. Господи, сколько бы боли, сколько бы слез и крови это нам не стоило, но я благодарю Тебя за то, что разрушается Советский Союз в головах, в сердцах людей, за то, что разрушаются старые коррупционные схемы. И я верю, Боже, что Ты проведешь нас через эти страдания, и мы еще увидим свет, и мы еще увидим, как поднимутся сердца людей, народа, страны. Сегодня выборы в моей стране. Прямо сейчас, Господи, там очень напряженное время. И я прошу Тебя, благослови Украину, благослови Россию, благослови врагов моих сегодня, Господь, которые не ведают, что творят, Боже. Благослови негодяев, развязавших страшную бойню, страшную войну, братоубийственную. Благослови, Господь, и позволь сегодня из этой амплитуды, с самого, может быть, внизу, благодарить Тебя и благословлять Твое имя. Во всякое время мы будем славить Тебя. Во всякое время мы будем поклоняться Тебе. Нам всегда есть за что благодарить Тебя. Благослови моих братьев и сестер. И я особенно прошу Тебя о молодых людях в этой церкви. Господь, когда подступит враг, когда подойдет искушение, когда тучи сгустятся над ними, когда сатана будет шептать им, что их жизнь тяжела, когда враг подойдет и принесет наркотики, когда искушения подойдут и скажут, Тебе так плохо. Боже, дай им прославить Тебя, возвеличить Твое имя и пройти через любые долины. И устояв в вере, устояв в поклонении и в благодарении. Во имя Иисуса Христа прошу Тебя. И как всегда я благодарю Тебя за великую привилегию говорить Твое слово и Твое откровение моим братьям и сестрам Твоей церкви. Благослови моих братов и сестер во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Братья и сестры, давайте мы встанем. Давайте мы благословим Геннадия. Благослови его сердце, чтобы Божий мир пришел, чтобы Бог дал ему благодать все это пройти. Чтобы то, что Бог вложил в его сердце, чтобы Бог через него мог это сделать до самого конца. Чтобы руки не опускались, чтобы колени не дрожали, чтобы он был Божьим героем в это последнее время, которым он уже является. Давайте ему помолимся. Благословен Ты наш Господь. Благословено Святое Имя Твое наш Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа мы стоим при Твоем лицом. Мы благодарны Тебе за то, что Ты Бог наш. Мы благодарны Тебе за то, что Ты однажды нашел каждого из нас, сирот в этом мире. Мы благодарны Тебе за то, что благодаря жертве Иисуса Христа Ты усыновил нас. Ты вел нас Свой дом. Ты вел нас Своё царство. Ты дал нам всё необходимое для жизни и благочестия. Ты обогатил нас Своей благодатью. Ты окружил нас Своей милостью. Ты согрел нас Своей любовью. И мы Тебе за это благодарим. Отец, мы благодарим Тебя за Геннадия. Мы благодарим Тебя за то, что Твоя благодать однажды пришла в его жизнь. Я благодарю Тебя за то, что Ты его спас, за то, что Ты его омыл и оправдал. И я благодарю Тебя за то, что он сегодня в Твоем доме, за то, что он Твой служитель, Твой помазанник. И я благодарю Тебя, Господь, за те желания, которые Ты производишь его сердце. Я благодарю Тебя за дарованную благодать. Я благодарю Тебя за большое сердце, которое Ты вложил вовнутрь его. Отец, я благодарю Тебя. Я воздаю Тебе всю славу и честь. И мы призываем Твою благодать. Мы призываем Твое помазание. Мы призываем Твою власть и Твою силу. Пусть Твоя божественная любовь соблюдет его и сохранит его в этом мире. Пусть Твой божественный мир соблюдет его сердце и разум в Тебе. Во имя Иисуса Христа, да будет Он в имени Твоем, как крепкой башни, безопасен. Господь, мы высвобождаем Твои благословения, мы высвобождаем Твою божественную мудрость. Помоги Ему принимать правильное решение в это тяжелое время. Во имя Иисуса, чтобы Он не сломился, а те, чтобы Он видел Тебя, чтобы, взирая на Тебя, шел Твоим путем, Твоими стопами, Господь. Пусть имя Твое прославится через Него, пусть воля Твоя совершится в Его жизни. Благослови Его детей, пусть Твоя защита и ограда будет над каждым из них, чтобы ни один из них не погиб. Во имя Иисуса, избавих от смерти, избавих от убийства. Во имя Иисуса, Господь, мы призываем Твою защиту, мы призываем Твою ограду и Твой покров. Во имя Иисуса Христа, да видят они Твою славу в своей жизни, да видят они богатство Твоей благодати и богатство Твоих чудес. Во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог творящий чудеса. Ты Бог всемогущий, и мы поклоняемся Тебе. Мы благословляем Украину, мы благословляем Россию, да будет сокрушен Советский Союз. Во имя Иисуса, в умах и сердцах людей, и да утвердится Твое царство в наших странах, Господь. Да утвердится Твоя власть, Твое господство, Твой божественный порядок. Пусть придет лето Твое, лето спасения во имя Иисуса Христа. И мы благословляем Твое святое имя. Мы благодарим Тебя за то, что мы сегодня в мире, за то, что мы в покое, за то, что мы в обилии, за то, что мы ни в чем не нуждаемся. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Тебе честь, Тебе слава, Тебе хвала и благодарность. Царю и Богу нашему во веки веков. Аминь. Сейчас мы благословим семью. Аминь. Аминь.